Доброе утро! Доброе утро! На нем мы тоже будем немного жарить? На нем мы будем обжаривать курицу, грибы и сыр. Так что приступаем. Компоненты все довольно простые. С чего начнем? Начнем с того, что подготовим багет. Багет разрезаем вдоль на две части, не до конца. И разворачиваем. Стараемся не порвать его. Так. Переворачиваем и прижимаем. После этого я намажу обе части сливочным маслом. Не сильно много, так как оно нам нужно для того, чтобы придать корочку. То есть мы будем запекать этот хлеб? Мы будем его запекать в духовке при температуре 180 градусов в две минуты. Прямо сейчас этим делом и займемся. Так что отправляем наш хлеб в духовку всего на несколько минут. А тем временем мы приступим к нарезке овощей и курицы. Нарезаем мелким кубиком для того, чтобы быстро и хорошо прожарился шампиньон. Ну а кроме того, крупная нарезка просто не подходит к нашему блюду. Ведь она попросту будет вылетать из нашего бутерброда. Поэтому ваша задача нарезать максимально мелко. При этом ни в коем случае не ленитесь и не нужно отправлять все это в блендер и превращать в какую-то овощно-мясную кашу. Лучше действительно вот такими подобными мелкими кусочками нарубить. Сковороду ставим разогреваться. Отличительной чертой этого блюда, отмечают абсолютно все, является то, что приготовить его может как и маленький школьник, так и опытный шеф-повар. Также это блюдо может быть как и отличным завтраком, так и прекрасной закуской. Качественные компоненты. Без этого тоже никуда. Первым ингредиентом у меня будут грибы, так как грибы сырые и потребуют более длительной подготовки. Ну а дальше я приступаю к нарезке курицы. Также кубиком мелко рубим. Курица предварительно отваренная? Да. А если нет времени заморачиваться, можно использовать сырое мясо просто первое обжарить? Нет, это неправильно. Используйте вареную курицу. Угу. Спорить с профессионалом мы не будем, поэтому лучше в этом случае четко следить за указаниями и, конечно, ни в коем случае не нарушать технологический процесс, так как это в крайности изменит вкус нашего блюда. Ну а это неправильно. Нарезаем тонкими слайсами помидор. Чем тоньше слайсы, тем лучше. Откладываем в сторону. Берем ромен, тоже подготавливаем его. Вдавливаем, чтобы он у нас был ровный. Те, кто внимательно следит за нашими программами, уже знают, что в Панине лучше использовать исключительно салат Роман, потому что он в меру хрустящий, но не придаст излишней жесткости нашему бутерброду. А нам осталось нарезать только перец чили. А перец чили, кстати, входит у нас в соус, который мы сейчас будем приготовить. При жарке шампиньонов и курицы главное не забыть, что в духовке у нас стоит багет. Багет подсушенный, курица с грибами поджаренная и добавляем сыр. Сыр я использую родомер, твердый. Можно использовать обычный голландский. Главное сыр натирать быстро для того, чтобы он излишне не расплавился и не пригорел за эти несколько минут, пока мы его натираем. Так что если вы быстро не умеете работать на кухне, лучше сделать это предварительно. Тщательно перемешав курицу, сыр и грибы, отставляем их на пару минут. А тем временем займемся соусом. Для соуса я использую кетчуп. Кетчупа берем 50 граммов. Соевый соус 10 грамм. Мед также 10 грамм. То есть у нас будет немного сладковатый соус? Да. Этот соус чем-то похож на барбекю. А где его еще можно использовать? Я думаю, в любые бутерброды, горячие закуски он подойдет вполне. Главное помните, чтобы все компоненты были натуральные и следите за их составом. Ну и, конечно же, чили-перец. И перебиваем в блендере до однородной массы. Перебив соус, мы можем приступать к оформлению. На подсушенный багет первым делом выкладываем ромен. Затем помидоры. Вот почему все так тонко нарезали. Потому что места, в принципе, у нас с самой булочкой совсем немного. Поэтому будьте аккуратны. Не старайтесь ее нафаршировать как можно больше, ведь так она получится просто неэстетически приятной. Затем расплавленный сыр, грибы и курицу. Распределяем равномерно по всему бутерброду. И поливаем соусом. Соус получился немного островатый, поэтому будьте аккуратны. Если у вас проблемы с булочным и кишечным трактом, лучше чили-перец не добавляйте. Все-таки гастроэнтерологи против этого продукта. Но если их нет, не отказывайте себе в остреньком. Наше блюдо готово. Все просто, а главное вкусно. Действительно, оно настолько красиво, что весьма приятно без излишнего украшения. Так что наслаждайтесь нашим итальянским истинным панини и не отказывайтесь себе в удовольствие есть. Вкусно и красиво. А мы, как всегда, готовили в ресторане Кадорно, на французском бульваре 66 дробь 3. Так что приятного аппетита и приступайте. Приступайте.